Спецоперация в Карабахе, детальный разбор от Кузнецова В начале 2022 года Азербайджан может начать антитеррористическую спецоперацию по зачистке армянских бандформирований, которые все еще скрываются в Карабахе. Состав и тактика привлеченных к ее проведению азербайджанских сил и средств во многом будет определяться местными реальными условиями. Об этом в беседе с корреспондентом Аксар. Эйзи сказал российский историк, военный эксперт Олег Кузнецов. В этом деле азербайджанские силовики могут использовать как советский опыт борьбы с экстремистами в горно-лесистой местности Карпат после окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, или российский опыт организации и проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе в 2000-2002 годах, так и турецкий опыт борьбы с боевиками Курской рабочей партии. У российских и азербайджанских силовиков есть опыт проведения совместных операций такого рода, анализ которого позволяет говорить о том, что азербайджанские специалисты вполне готовы и в тактическом, и в физическом, и в психологическом, и в материальном плане к эффективному проведению антитеррористических операций. В первую очередь любая антитеррористическая акция должна учитывать степень поддержки боевиков со стороны местного населения, поэтому прежде всего должны проводиться силовые мероприятия по сепарации мирных жителей и актива вооруженного банд-подполья. Я думаю, что поддержка боевиков со стороны местного армянского населения будет более чем высокой, вплоть до того, что женщины будут бросаться под гусеницы бронетехники, чтобы не дать ей войти в населенные пункты, и все это будет сниматься на видео и выкладываться в нон-стоп режиме в интернет. Поэтому, как я полагаю, российский опыт в данном случае будет более полезен для Баку. В соответствии с ним, я бы считал целесообразным проводить антипартизанские действия по трем различным схемам в зависимости от того, где спецмероприятия будут осуществляться. На открытой местности вненаселенных пунктов должны действовать боевые группы армейского спецназа с целью обнаружения и уничтожения баз противника, схронов, складов, наблюдательных пунктов и тому подобные такие действия лучше всего проводить зимой, так как на снегу лучше всего читаются и сохраняются следы как от перемещения людей и техники по местности, так и мест стационарных укрытий, растопленный снег вокруг вентиляционных труб, налить у мест забора воды, следы человеческой жизнедеятельности, биологические выделения и прочее, а также провалы в снегу и прочие неестественные нарушения снежного покрова. Все эти и другие специфические признаки, хорошо известные специалистам, позволяют выявить, локализовать, ликвидировать или захватить практически все обитаемые или полуобитаемые скрытые инженерные сооружения боевиков, тем более что у бойцов азербайджанских сил специальных операций на оснащении, в том числе индивидуальном, есть технические средства, оперативной разведки типа тепловизоров и иного специального оборудования, о наличии которого можно упоминать без наскрытия его номенклатуры и технических возможностей, вполне достаточно сказать, что оно есть. В сельских населенных пунктах обычно проводятся совместные специальные мероприятия с силами армейского спецназа и внутренних войск. Наиболее эффективно их проводить в весеннюю распутицу. Находиться в это время в горах физически невозможно, холод, грязь, антисанитария и как вследствие этого, педикулез и респираторные заболевания. Поэтому боевики ранней весной спускаются в год в сельские населенные пункты, чтобы переждать сезон, помыться, обстираться, отъесться. В это время спецоперации обычно проводятся так, поутру в село находят внутренние войска на бронетехнике, а предварительно ночью за годи все выходы из сел в горы блокируют спецназ, который берет всех тех, кто бежит в горы. На село среднего размера в двухстах домов обычно хватает роты внутренних войск и взвода спецназа. Затем производится подворный обход населенного пункта с использованием металлоискателей на предмет выявления мужчин, способных держать оружие, и самого этого оружия. Если на теле человека обнаруживаются следы недавнего или частого использования оружия в виде характерных синяков, ссадин, ожогов, местонахождение которых хорошо известно специалистам, так как они сами таковые имеют, подобные лица задерживаются и передаются в органы военной прокуратуры, контрразведки или госбезопасности для проведения в отношении них оперативно-розыскных или следственных действий. Обычно на фильтрацию и зачистку одного села уходит 2-3 дня. Максимальный психологический эффект достигается, если в одном сельском районе одновременно действует сразу 6-8 групп, эффективность деятельности которых обычно ломает волю к сопротивлению. Самое сложное, проводить подобные мероприятия в городах и поселках городского типа, где есть многоквартирные дома. Такие населенные пункты сначала делятся на сектора, где частная застройка отдельно от многоэтажной. В данном случае сначала под контроль берутся инженерные сети типа бытовой и ливневой канализации, чтобы по их ходам боевики не могли выйти за пределы населенного пункта, потом зачищаются нежилые здания и берутся под контроль технические помещения, затем фильтруется частный сектор, потом уже, многоквартирные дома с фильтрацией населения и поиском оружия и типичных местах его укрывательства, под полом, под подоконниками, в технических нишах водопровода и канализации, в личных вещах и тому подобное. Если планомерное действие бригада внутренних войск и батальон спецназа, то на фильтрацию города с одним-двумя средники промышленными предприятиями хватает недели. Исходя из всего сказанного выше, я полагаю, что азербайджанским военным потребуется от месяца до трех, чтобы произвести фильтрацию всего армянского населения Карабаха и мест его постоянного проживания на предмет выявления, нейтрализации и ликвидации боевиков армянских незаконных вооруженных формирований, позиций и мест их дислокации за пределами населенных пунктов, равно как и скрытых инженерных сооружений для хранения военного имущества и продовольствия для обеспечения действия разведывательно-диверсионных групп. Естественно, сто процентов тайников выявить и уничтожить не удастся, но ликвидировать три четверти из них или два, четыре пятых будет вполне по силам. И это будет более чем хороший результат, рассказал наш собеседник.